Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Дарья Фролова, главный библиотекарь Центра молодежных инноваций библиотеки имени Горького и участница фиросийского молодежного форума «Таврида». Здравствуй, Даша! Здравствуйте! Мне всегда было интересно узнать, каким образом люди попадают на эти форумы. Расскажи, как зарождалось, формировалось твое желание и почему все-таки решила принять участие? В форумы уже три года для меня стали такой традицией хорошей. Сначала это была территория смыслов на Клязьме, и в этом году появилось новое направление на Тавриде. Это молодые библиотекари, и так как это непосредственно связано с моей работой, заполнила заявку на ИС «Молодежь России» и попала в число счастливчиков, которых отобрали и которые поехали на форум. Не знаешь, каким образом проходил отбор и почему именно тебя выбрали? Что-то в заявке нужно было уже указать какие-то свои идеи? Да, очень многое зависело от заявки. Заявка состояла из нескольких частей, то есть нужно было свою мотивацию написать, то есть, точнее, заполнить все графы в анкете, указать свои достижения, указать свои проекты. То есть, очень многое зависело от идеи и от самого человека. Итак, ты туда ехала уже с каким-то готовым проектом или работала на Тавриде, оформляя его? Да, идея проекта была уже давно, так как мы проводим конкурс молодых библиотекарей и стараемся сделать образовательную программу, чтобы девочки научились проектной деятельности. То есть, это такая сложная сфера для нас. Мы иногда не понимаем, как прописать цели, задачи, путаем качество, количество. И поэтому витало давно в воздухе, но сформировалось только, когда мы уже... Окончательно сформировалось, когда уже приехали на Таврид, уже общаясь с экспертами, поняли, что это очень такая хорошая ниша, тем можно развить ее дальше и сделать хороший такой проект. Ну и в чем суть твоего проекта? Да, суть проекта в том, чтобы обучить молодых библиотекарей проектной деятельности. Мы придумали еще такую вещь, что мы их будем обучать теоретическим навыкам, и практические навыки будут происходить в форме такой забавной игры. Ну, скажу так, не забавной игры, а в форме творческой игры. Вот давай, чтобы нашим телезрителям было понятно, что такое проектная деятельность именно в разрезе вашей профессии? Ну, у нас такой обширный спектр библиотечной деятельности. То есть у нас есть проекты, направленные на читателей, на книги, на самообразование наше. И в контексте моего проекта, то есть культурная монополия, направлена на библиотекарей, на повышение их квалификации в проектной деятельности. То есть как написать проект, как пригласить участников в свой проект, на что будет направлен проект. То есть все вот эти вот нюансы, и они как раз-таки в этом, в моем же проекте. Каким образом вообще проходил этот форум? Сколько дней ты там была? Каким образом работа проводилась? Ну и, наверное, защита проекта? Да, и защита проекта. Форум очень интересный, так как для себя... Ну, хочу сразу сказать, что у нас с молодых библиотекарей ездило три человека. Это очень такое для нашего региона большое достижение, так как пообщавшись с другими регионами, мы поняли, что кто-то... Один человек представлял свой регион. А мы вот так вот могучей такой кучкой втроем. И очень такая смена была поэты, писателей, критики и библиотекарей. То есть у нас такой коллектив из девяти человек подобрался от Рязанской именно области. Все очень позитивные. Когда мы пошли защищать наши два проекта, которые мы повезли на Тавриду, ребята нас очень поддержали. Даже пришли уже на сам конвейер проектов тоже поддержать. Когда мы приехали туда, смена начиналась с 19 по 25 августа. Да, Левуне, да. Я уже в августе, где-то в конце августа. Очень сразу плотный, насыщенный график образовательной программы. То есть первый день нам, конечно, дали немножко отдохнуть, потому что наш рейс задержали на пять часов. Мы всю ночь провели почти всю ночь в аэропорту. Вылет был утром. Но сразу такая творческая атмосфера, морской свежий воздух. Сразу же мы зарядились и пошли уже на образовательные программы на следующий день. И, наверное, третий день был как раз объявлен уже конвейер проектов. То есть он шел параллельно с образовательной программой форума. То есть получалось так, что иногда мы пропускали образовательную часть, шли на конвейер проектов. Очень интересно было, когда в 12 часов ночи мы слушали лекцию, которую нам читал один из экспертов, Александр Максимов. Очень такую интересную по творческому и креативному мышлению. И эта лекция шла, скажем так, мастер-класс, лекция, тренинг. То есть все в одном до трех часов ночи. И мы потом еще до утра не могли уснуть, обменивались своими мнениями, то есть эмоциями. Все очень было здорово. Сама защита проекта каким образом проходила? Нужно было... Первый этап, скажем так, это оформить свою заявку на АИС «Молодежь России». То есть все пункты, которые там указаны в этой анкете, в вашем личном... То есть в личном кабинете участников всех. Потом была публичная защита перед экспертами, перед ребятами, кто хотя бы просто и посмотреть, что такое конвейер проектов, что такое публичная защита. И перед теми ребятами, которые участвовали в конвейере проектов. И потом выбиралось... Выбрали 9 финалистов, которые гарантированно уже... То есть 19 финалистов, которые уже точно получили 100 тысяч. И потом еще дальнейший. То есть такой интересный поворот неожиданный для нас, когда нужно было представить свой проект на сцене перед всем лагерем. И уже эксперты и сам лагерь голосовал за понравившийся проект. И выбирали уже по итогам голосования лагеря, то есть форума, всего форума. Выбирали тех ребят, которые получат сумму в 300 и 200 тысяч рублей. Вот ты говоришь представить перед всем форумом. Опять же нужно было просто рассказать или у вас была какая-то презентация? Да. Когда защита была перед экспертами, перед ребятами, она шла... То есть рамки были сжаты, соответственно, было очень много желающих показать, презентовать свой проект. Отводилось 3 минуты на презентацию своего проекта, 2 минуты на ответы на вопросы от экспертов. На сцене уже, когда 19 финалистов уже были определены, нам сказали вам, у вас минута, расскажите о своем проекте. То есть можно было делать что угодно. Махать флагами, выбегать, кричать, что-то. То есть уже от человека, который защищал проект, зависел успех. Ну, ты в итоге получила грант в 300 тысяч. В 200. В 200. Да. В чем секрет твоего успеха? Как тебе удалось сделать так, что люди за тебя проголосовали? Ну, скажем так, у меня была неожиданность... Не то чтобы неожиданность, но поэты, которые подходили, говорили, что очень важно, чтобы библиотекари именно получили такое образование в проектной деятельности, чтобы потом могли писать проекты, направленные на поэтов. То есть ребята так вот выражались и голосовали. Как-то неожиданно очень для меня. Хотя я не стремилась как-то на форуме что-то очень яркое сделать. Хотя я могу что-то придумать, но как-то море меня очень убоит. И поэтому, ну, не знаю, как-то ребята очень хорошо отреагировали на эту идею, что нужно повысить уровень, скажем так, компетенции библиотекарей, чтобы они в дальнейшем развивали не только направление библиотечное у себя, а еще работали на благо писателей, поэтов и критиков. Ну, ты когда ехала на форум, вообще ожидала, что уедешь оттуда с грантом? Нет. Твои вот первые эмоции, первые мысли, когда ты узнала, что ты в числе тех, кто грант наверняка получит? Я вообще узнала о том, что, то есть, вошла в число 19 финалистов. Позвонила у меня Левтина Белоглазова, которая с нами, она поэт, с нами поехала на форум. И, мне кажется, мы уже ложились спать, и тут она звонит и кричит, «Ай, Дарья Юрьевна, Дарья Юрьевна, вы вошли в число 19 финалистов, и я за вас очень рада, давайте встретимся, я хочу вас обнять, поговорить». В общем, было для меня, то есть, у меня такая минута тишины была. Я просто не знала, что сказать, ну, просто было очень неожиданно, и, если честно, я не ожидала, не ожидала что-то большего от экспертов, потому что, ну, как бы, защита прошла, да, более-менее спокойно, то есть, как бы, я очень переживала, но справилась как-то с волнением. Что дальше? Грант ты выиграла, каким образом будет строиться твоя дальнейшая работа? Да, дальше будем работать, может быть, как-то, то есть, еще будет продолжаться работа с экспертами, которые были на форуме, они будут помогать, подсказывать, и будем развивать проект, может быть, сделаем что-то большее в рамках проекта. Как отреагировали, как тебя поздравляли твои коллеги, когда ты вернулась в Рязань? Я вернулась в Рязань, то есть, у меня продолжается отпуск, я еще не была на работе, завтра ухожу первый день, поэтому надеюсь, что завтра у меня будет. Ну, по телефону-то наверняка поздравлений принимала. Да, поздравляли смс-ками, да, первая знала об этом мама, то есть, я не говорила до последнего, то есть, до конца форума не были известны суммы гранта, но первая узнала об этом мама. Вот с твоей точки зрения, если сейчас отбросить, да, тот грант, который ты получила, в принципе, участие вот в подобных форумах, что оно дает молодым специалистам, не специалистам? Ну, я отвечу за себя, это в первую очередь какое-то такое отвлечение от работы, то есть, такой небольшой отдых, ты куда-то едешь, то есть, там, получаешь какие-то дополнительные навыки, новую какую-то информацию, то есть, это также новые знакомства, то есть, это всегда новые знакомства, какие-то новые совместные проекты, как, например, после Селигерда в 2014 году, когда мы вернулись, в этом году с девочкой из Липецка, с которой мы уже давно общались, то есть, были на Селигере, сделали проект летнее чтение, то есть, как бы, дружба продолжается, после форумов есть дружба. Ну, может быть, ты скажешь несколько слов молодым людям, потому что я знаю, что многие, может быть, и хотели бы поучаствовать в подобных форумах, но немножко боятся, всегда думают, да нет, я, наверное, не смогу, да, наверное, не стоит, почему надо пробовать? Я никогда для себя, то есть, не говорила себе, что, ой, нет, я недостойна, то есть, нельзя, таких слов нельзя говорить себе, что ты недостоин, ты всегда достоин чего-то большего, поэтому не нужно переживать, если тебя, то есть, если ты заполнил эту заявку, но тебя как-то не взяли на этот форум, то нужно попробовать на следующий год, то есть, это моя третья попытка на конвейере проектов, и только в третий раз она стала для меня удачной. До этого было много проектов, которые я представляла, и представляла моя коллега Маргарита Носкова, то есть, даже в прошлом году она чуть больше, чуть дальше меня продвинулась, она вошла в 100 лучших проектов на территории смыслов, на Кляйзме, но, к сожалению, да, грант не получила, но уже войдя в это 100, это уже большое достижение, и то есть, в этом году, когда поддержка девчонок была для меня очень важной, они сделали свое дело, они поддержали, и мне кажется, только благодаря им проект получил грант. Даша, мы тебя от всей души поздравляем, надеемся, что твой проект реализуется, будет приносить реальную пользу молодым библиотекарям, ну а мы по мере сил будем освещать вашу деятельность. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу, мы желаем телезрителям всего самого наилучшего, до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова